Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Пришла очередная посылка с сайта iHerb. В этой посылке у меня был большой заказ масел. Меня попросили заказать. Здесь у меня масло авокадо и кокосовое масло. Оно у меня шло двумя посылками, потому что оно добыло по три банки каждого. Кокосовое я уже получила, показывала. Большую банку и вот еще два авокадо. Здесь получается это масло авокадо очень хорошее. Я себе тоже такое заказывала. Один раз я сейчас им пользуюсь хорошо, так его в салаты добавляю. Оно хорошо тем, что это заменитель растительной коллагена. Не надо принимать коллаген. Животный, там рыбий. Вот очень полезное масло. Оно такое зеленоватого цвета, немножко такого похоже на оливковое масло холодного отжима. Это премиум масло авокадо вручной работы. Это такая марка Lata Orangelle называется. У них там разные масла есть. Я только еще попробовала вот это масло авокадо, пока я еще не брала масло. Ну, моя знакомая, по-моему, брала еще оливковое масло этой марки. Ну, в общем, как бы повторяла, поэтому я думаю, что ей понравилось, поэтому она повторяла. Единственное, минус немножко здесь. Баночки приходят примятые, но это как бы в процессе доставки. Их дополнительно никак не упаковывают, потому что это, в принципе, как алюминий, я так понимаю. С алюминия они сделаны. В составе здесь BPA free, нет BPA, который содержится в пластике. Без глютена, без соли, веганское. В общем, такое натуральное, хорошее масло, очень полезное. У него высокая температура дымления, там, как бы из-за этого оно не так токсично. Если его нагревать, готовить на нем как бы пополезнее будет. Еще его рекомендуют использовать в косметологии. То есть можно делать крем для глаз, смешивая с алоэ-гелем. Вот тут рекомендуется масло авокадо и получается такой, как бы, омолаживающий крем. Я буду еще его заказывать, потому что мне понравилось, что, во-первых, пополняется коллаген. Я, правда, не знаю, сколько там его надо принимать. Но я где-то в районе уже столовой ложки в день его употребляю. Ну, еще здесь большая банка кокосового масла. Я заказываю себе тоже, если кокосовое масло, то вот этой марки California Gold Nutrition. Стараюсь брать большую баночку, потом просто перекладываю в меньшую и пользуюсь. Хорошее масло, ароматное. Если вам надо без запаха, то лучше брать, ну, для жарки рекомендуется, конечно, брать рафинированное. Так как оно немножко дешевле, ну, и как бы считается, что оно больше подходит для жарки. Ну, в принципе, я, бывает, тоже его немного кладу, там, что-то, если подогреть надо. Ну, такое что-то сладкое, потому что он все-таки имеет аромат, ну, это масло кокоса. Есть еще там на сайте спреды специальные для жарки, там тоже как оно, как сливочное масло вкусное, я так поняла, маргарина, типа, для выпечки тоже. Ну, это масло тоже для выпечки, будет печенье пахнуть кокосиком, очень классно. Вот оно зимое, в зимнее время, в холодное, вот приходит вот таким куском твердым. А в теплое время, когда градусов 25, на улице выше 25 градусов, оно приходит уже более в таком жидком виде. Поэтому зимой его классно заказывать, оно не разольется, не прольется. Но, в принципе, тут хорошая упаковка, ничего с ним такого не происходит. Это кокосовое масло California Gold Nutrition холодного отжима. Оно подходит для сыроедов, так как здесь холодный пресс, то есть оно не нагревается. Не содержит гексана, пестицидов и не содержит ГМО. Вот очень хорошее ароматное масло, самое выгодное по цене, наверное, на сайте. Есть оно еще, вот это литр 600 миллилитров объема, а есть еще там 464 где-то, по-моему, миллилитра. Вот такой объем еще есть у них. У California Gold Nutrition марки только вот такое масло. Кокосовое холодного отжима Extra Virgin, первого отжима. Рафинированного у них нет. Если нужно рафинированное, то надо смотреть жару в марку, там еще какие-то другие. Ну, в общем, там тоже. Есть специальные масла рафинированные, которые совершенно не имеют запаха. Их очень хорошо как бы брать для приготовления. Кто не хочет, кто хочет, например, что-то жарить, нагревать, то можно его брать спокойно. Еще здесь из продуктового я положила вот такую шоколадку в наличии от Valor. Сейчас нет шоколада без сахара. Весь позаканчивался пока. Ну, вот на тот момент был вот такой кремовый шоколад с фундуком, со стевией. Он без глютена. Хороший шоколад, в принципе. Ну, в основном я беру черный с фундуком, тоже с большим, с цельным фундуком, со стевией. И еще какой-то там есть, по-моему, тоже кремовый такой. Ну, в общем, Тофи, по-моему, называется он еще. Как-то так. Вот он сразу раскололся немножко в дороге. Иногда он приходит расколотый, иногда целый. Это тяжело спрогнозировать. Но он явно просто, да, очень тяжелого много в коробке или места есть, вот он немножечко раскалывается. Это на вкус не влияет. У него такой ореховый аромат, пахнет фундуком сразу вот свежим таким шоколадом. Вот так что классный шоколад. Я беру его, так как он без сахара. Очень маленький выбор на сайте без сахара. Ну, остальной шоколад тоже полезный. Там он с сахаром, там кокосовым есть, можно тоже найти. Можно сказать, что там уже не рафинированный сахар, белый обычный. Или еще есть с тростиковым сахаром тоже, как бы все равно шоколад полезнее, чем если у нас с белым шоколадом. Не впервые заказываю уксус. Нравится мне очень его вкус. Хороший уксус натуральный. Яблочный уксус с манукомедом, сделанный из специальной яблочной основы. Органический апплсидер, венигар. Органический яблочный уксус. Манукомед 10%. И еще какой-то там мед еще 10%. Он действительно содержит немножечко мед. Манукой, если кто-то заказывал мед, очень полезный такой есть. Манукой. То есть пахнет он медом, именно манукой. Манукой очень хорошо для иммунитета. Такой противовирусный мед. Конечно, его здесь маленькое количество. Но если надо именно для лечения, то надо брать мед манукой с большей силой. Там есть разные факторы силы, можно сказать. И очень хорошее у него действие. Он даже подавляет холикобактер, бактерию, которая вызывает язву желудка. Поэтому можно принимать его в лечебных целях. Хорошо он для иммунитета. Так как мед манукой делается с чайного дерева. Поэтому это новозеландский мед получается. То у него противовирусные, противогрибковые хорошие эффекты. Но этот уксус можно принимать его для защелачивания организма. Он полезен для здоровья очень хорошо. Я просто его добавляю тоже в какие-то салаты. Тоже очень классно. Если надо замариновать что-то, например, лук, то не надо добавлять ничего сладкого. Уже там вкус этот меда, сладость какую-то дает. В общем, хорошо маринады с ним делать какие-то. Классно, я говорю, и в салат. И просто можно столовую ложку утром натощак принимать его. Тоже очень хорошее действие для организма. Борются как бы со свободными радикалами, которые могут плохие последствия для организма давать. Он так запечатан, чтобы не разлился. Так я его распечатала. Такая здесь бутылочка. Здесь содержится основа очень хорошая, натуральная, которая делается для закваски уксуса. Называется Mother, мать с матерью, короче, он так называет. Холодного пресса яблоки здесь используют. Из Новой Зеландии мед. В общем, очень такой полезный у него состав. И самое главное, что вкусный. Тут допускается часть какого-то осадка, потому что это натуральный продукт, как и в любом уксусе. Марка называется Ведерспун. Еще из БАДов я заказала себе вот такой пробничек иммунно-4. Подборка для иммунной системы. Здесь витамин С, витамин Д, цинк и селен. То, что рекомендуется сейчас принимать. Тут небольшие датировки цинка и витамина Д. В принципе, не очень большая датировка. 1000 единиц, 25 микрограмм. Ну, а витамина С, аскорбиновой кислоты, 500 миллиграмм. В основном, ну, это сейчас рекомендуемое минимум, который из витаминов нужно принимать для поддержки иммунной системы, чтобы не подхватывать никакие вирусы. В принципе, не помешает. Это марка California Gold Nutrition. Рекомендуется принимать одну капсулу в профилактических целях. Ну, конечно, если какая-то грипп или простуда, то где-то даже можно принимать и больше. Витамина С во время гриппа, например, можно даже принимать до 4 грамм. Тут 500 миллиграмм, то есть это 8 капсул получается. Можно даже где-то принять. И, в принципе, здесь небольшая доза витамина Д и цинка. Селена здесь 100 микрограмм. Ну, в принципе, селена здесь нормальная дозировка, по-моему. Так что попробую. Очень хорошие отзывы прямо на этот иммунный комплекс такой из 4 компонентов. Людям нравится, что не надо отдельно покупать витамин С, витамин Д, цинк. Витамин С тоже для иммунитета получается, как антиоксидант. И он разжижает кровь тоже, чтобы не было... Он как антикоагулянт работает. Он в протоколах тоже. Сейчас лечение вирусов. Витамин Д тоже нужен для иммунитета. И зимой тоже его не хватает из-за недостатка солнца. Хотя и летом его тоже не хватает. Цинк тоже хорошо поднимает иммунитет. Хорошо борется с ОРЗ всякими. Ну, селена это тоже очень полезный минерал такой, который нужен для усвоения йода. Тоже он нужен. Этот иммунный комплекс шел как пробник. По скидке он шел. Здесь 60 капсул идет. Ну, в принципе, это пробная цена. Один раз отдается. Потом, если кому-то понравится, то надо будет по полной цене покупать. Ну, в принципе, нормальная цена у него. Если все по отдельности покупать, выгоднее, конечно, сразу все в комплексе взять. Вот, еще меня попросили заказать кверцетин и монолаурин по 2 баночки. Сейчас я расскажу, что это такое. Ну, в принципе, я уже показывала этот кверцетин от Соларей. Я его, мега-кверцетин, это тоже брала. Здесь очень хороший состав. Здесь тоже есть витамин С, что очень хорошо. 125 микрограмм дозировка такая пониже, чем норма. Норма хотя бы 500 миллиграмм надо в профилактических целях. В лечебных до 4 грамм. Кверцетин и дегидран здесь 600 миллиграмм. Это такая самая, можно сказать, большая дозировка кверцетина в одной капсуле в Соларей. Потому что я в основном беру кверцетин 500 миллиграмм, где содержится в капсуле. Но для меня работает кверцетин от 2 капсул, где-то от 1000 миллиграмм, от 1 грамма. Потому что я видела, пишу отзыв, что заменяют кверцетин от аллергии ларатидин, по-моему. Там принимают от аллергии антигистаминный препарат. У него ужасные побочные действия. Я его когда-то тоже пробовала. Очень большая садливая, заторможенность. И типа через 3 недели почувствовался результат. Вы от мега-кверцетина почувствуете результат моментально, если вы примете правильную дозировку. Там, наверное, накопительный был эффект, и человек на третью неделю почувствовал. Но у кверцетина у него накопительный эффект сразу наступает. Просто надо правильную дозировку пить. Значит, просто человек написал, что пил одну капсулу 2 раза в день. И надо пить 2 капсулы за раз, чтобы сразу почувствовать это действие. И понизил, начал спрыгивать потихоньку с антигистаминных препаратов. Если вы не чувствуете никакого эффекта, например, у вас аллергическая реакция на что-то, или аллергический ренит, сезонные какие-то аллергии, то вы подбираете индивидуальную дозировку. Это может еще и от веса зависеть. У кого больше веса, больше дозировку надо. У кого сильнее аллергия, тоже может больше дозировку. Это все индивидуально. Поэтому выпейте одну капсулу, посмотрите на свою реакцию. На второй раз можете выпить 2 капсулы и почувствовать. Надо вам пить одну или две. Это индивидуально, потому что ждать 3 недели, если он может сразу же, если вы только при первых признаках почувствовали какую-то там заложенность, отек, отечность какую-то, или чешется в носу у кого-то, он это все снимает за 30 минут до еды, его желательно принять. И вот вы почувствуете облегчение. Голова не разболится, если вы вовремя примете. Поэтому подбирайте дозировку. Не надо брать рекомендуемую усредненную дозировку. Может быть, кому-то даже надо меньше кверцетина. Это такое. Но вот этот кверцетин хороший. Здесь можно попробовать с одной капсулы 600 мг в капсуле, а потом уже смотреть. Тут рекомендуется принимать одну капсулу дважды в день с едой. Ну, то есть 1200 мг. Это нормальная дозировка. В принципе, я профилактически каждый день принимаю вот такую капсулу 600 мг. Здесь еще витамин С 125 мг, биофлавоноиды, концентрат 20 мг, гисперидин, концентрат рутин и бромелайн. Хороший подбор, кто для чего принимает вот эти все вещества. Но бромелайн – это фермент из папаина, с ананаса. Он как фермент работает тоже, потому что бывает пищевая непереносимость. Вот, например, у меня может аллергия быть после глютеносодержащих каких-то продуктов. Поэтому можете еще проследить. Возможно, у вас после еды начинается аллергия. Поэтому уберите все вот эти клеи, весь этот с рациона, с молоком, муку белую, которой никакой пользы нет. Перейдите на цельнозерновой хлеб, сами научитесь делать. И тогда, возможно, постепенно вы и от аллергии излечитесь. Потому что, в принципе, аллергия – это тоже, можно сказать, такое аутоиммунное заболевание, которое не должно в организме происходить вот этого воспалительного процесса. Воспалительный процесс мы вызываем неправильным питанием. Поэтому не только пейте какие-то антигистамины, заглушайте, как бы, вот эти все симптомы, ну и делайте что-то со своим питанием, меняйте. Потому что, в принципе, в чистом организме не появляется никакой, никакие аллергены. Организм ничего не воспринимает, как штыки, скажем так. Срок у нас идет до 2024 года. В общем, хороший состав, рутинный. Его там используют в разных целях, но он очень хорошо укрепляет стенки сосудов. Для сердечно-сосудистой системы полезен у кого, например... Ну, здесь маленькая дозировка. Есть рутинная на сайте и поболее дозировка. Плюс этого мегакверцетина только в том, что здесь хорошая дозировка самого кверцетина. Остальные, в принципе, здесь в маленьких количествах. Биофлавоноиды-концентрат тоже хорошая штука, но их надо побольше пить. Биофлавоноиды, они тоже как борются с вирусами, повышают иммунитет, со свободными радикалами. Кверцетин, есть исследование, что у него есть антиканцерогенное действие. То есть он разрушает вот эти свободные радикалы. Ну, в общем, вот эти плохие клетки, скажем так, в организме. Поэтому это уже проверено. Используется даже в медицине, которая в штыки воспринимает такие натуральные средства. Но кверцетин, он уже даже в протоколах по всяким коронавирусам. Вирусом как бы тоже состоит вместе с витамином С. Ну, я думаю, что это связано с тем, что многие вот эти все сейчас вирусы, они как-то поражают очень дыхательные пути, обоняние пропадает. Это как раз связано с какой-то аллергической реакцией. Организм так реагирует. Поэтому вот кверцетин тоже его можно для профилактики. Вот сейчас его все стали обращать на него внимание. Я уже кверцетин принимаю много лет. Я искала какие-то средства от аллергии. И вот у него очень хорошее действие. Он содержится в кожуре фруктов и овощей. Если вы достаточно будете сырых фруктов и овощей есть с кожурой, апельсином, то есть те же самые лук, то у вас будет пополнение кверцетина. Но так как это нереально, конечно, лучше взять уже готовый кверцетин и его принимать. Можно, да, заваривать кожуру лука. Тоже она хорошо действует. Небольшое содержание кверцетина. И многие, кстати, замечают, там есть еще разные побочные хорошие действия от кверцетина, от луковой шелухи. Я читала какую-то статью, что даже решает очень проблемы с какими-то ревматическими болями, по-моему, с костями. Еще попросили заказать монолаврин. Я себе тоже недавно заказывала на прозапас. Я его сейчас не пью, у меня там есть свои принимать что-то. Но очень классная штука. Это монолаврин для поддержки иммунной системы. Он сделан из натурального кокоса. Он содержится в кокосе. Он хорошо борется как раз с вирусами герпеса и другими. И даже с вирусом Эпштейн-Барен. В общем, очень большое количество вирусов, которые имеют жирорастворимую оболочку. Вот он проникает, растворяет оболочку вируса. И хорошо с ними борется. Ну, даже там при коронавирусе есть исследование, что он помогает. Кто-то я видела в отзывах, написал, что ничего он не помогает. Ну, может быть, просто у вас никакого коронавируса не было. Поэтому вам ничего не помогло. Потому что есть ряд вирусов, которые он не действует. Например, монолаврин. Поэтому нечего пенять на зеркало, как говорится. Если тот коронавирус еще надо узнать. Поэтому он еще помогает от панических атак. Потому что вы будете его, когда принимать, вы будете успокаиваться. Будете знать, что ваш организм вычищается от грибков, паразитов. И вы будете уже не так бояться, что на вас кто-то чихнул, посмотрел без маски. Так что для людей со слабой психикой, тоже вот такие препараты, как витамин С, мегакверцитин, будут работать хорошо. Ну, можете еще плацебо в капсулу что-то насыпать. Какой-то порошок соды. Тоже очень хорошая, полезная вещь сода. Поэтому вот сейчас вот из-за этой истерии очень хорошо поднялись прибыли по маскам и прибыли по таким антивирусным препаратам. Хотя, в принципе, их можно было и раньше пить, чтобы подавлять грибы кандида. Очень хорошо он подавляет. Можно просто есть кокосовое масло. Тоже будет очень хороший эффект. Если вы едите ежедневно кокосовое масло. Но здесь все грамотно сделано. 500 мг. Вы уже будете знать, что вы принимаете монолури на 500 мг. Профилактическая доза. Здесь написано 1 капсула дважды в день. Ну, если заболеваете, то надо где-то 2 капсулы 3 раза в день пить. Первый день, например. При простудах, если ваш организм уже все-таки одолели какие-то реальные вирусы, то можно ударную дозу витамина С сделать. Монолурина. Мне еще помогает очень кошачья куготь. Я всегда его пью. Это первый и последний час, можно сказать, вируса. Если пьешь кошачья куготь, сразу становится легче. И еще есть опекор, тоже очень хороший. Тоже они хорошо помогают при первых признаках простуды вируса и гриппа. И, конечно же, еще чтобы не бояться вируса и простуда гриппа, не надо в рот сунуть всякую гадость. Потому что вирусы выращиваются на яйцах, на желтках куриных. Очень хорошо они там размножаются, разрастаются. В общем, в лабораторных условиях. Поэтому, если вы едите большое количество животной пищи, которая содержит гормоны, всевозможные вирусы, паразиты, все это там есть. Поэтому, даже рекомендуется тем, кто уже заболел гриппом, вирусом, убрать все слизеобразующие продукты, кашу, молоко, мясо, хлеб. И тогда вам легче будет переносить. Вы не будете задыхаться, вы не будете захлебываться слизью, которая будет вырабатываться в еде. Лучше вообще поголодать. Вот у меня было весной признаки всевозможных, всех бессимптомных гриппов, которые сейчас описываются. Очень сейчас классно придумано все. Это бессимптомно может проходить, но все равно ты больной. Вот недавно итальянские врачи делали, я видела тест на коронавирус киви. Тоже киви положительный результат. Так что, да, надо очень быть осторожным, умыть руки. Хотя и раньше надо было умыть руки и следить за гигиеной. В принципе, можно легко справиться с этим заболеванием, если вы не будете дальше вести такой же образ жизни, какой мы вели все эти годы. Правильно питаться, перестать эксплуатировать животных, как в молоке, в яйцах, так и убивать их для того, чтобы себя прокормить. Очень много, я уже за много лет поняла, что это была большой ошибкой. Есть какую-то живую плоть, чтобы себя прокормить. Потом лечиться в больницах от всевозможных болезней, ходить делать анализы, тратить сумасшедшие деньги. Если просто вы убираете животную пищу, переходите на растительную, очень много всего каш, круп, заменители веганские. Сейчас есть продукты, которые имитируют колбасы, мясо тоже можно на первых порах. Есть еще вариант, как перехода на рыбу, но рыба тоже сейчас, многие говорят, кто на рыбе, у них ратуть повышена. Поэтому выбирайте сами. Тяжелые металлы в организме тоже сейчас. Рыба вся, как в принципе опасно животных есть. Они сейчас на антибиотиках вырастают за месяц. Куры ваши, свиньи, то есть их за месяц, за три месяца, и уже они в огромных тушах появляются на прилавках. Вот такой у меня был обзор сегодня. Падав с сайта iHerb, немножко еще здесь было продуктов. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо, что используете мой купон SJS024 при каждом вашем заказе. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.